здравствуйте друзья с вами верность вот девушка девушки здравствуйте у девушки кошка вот в общем идем к машине у кошки опухоль сейчас посмотрим может быть получится может быть уже у врача посмотрим все отправляемся мы к врачу и обо всем расскажу через секунду с переноской я боюсь что она как выскочит сейчас выскочит она такой не не открывайте вы потом может быть будете приезжать и мне ее привезете не 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 боюсь сейчас как вы пишет это давно ну вот я хожу кормить уже сколько но я же не видела эту рану ее на руки хотя бы ее недавно увидел же замкать нет я кошку это я имею ввиду что шишку это не видела она бездомная правильно ладно сейчас посмотрим может это вообще и не раковая опухоль может где-то не пойму снег идет снег снег чувствуется что аж уроки трясутся ловкость рук и никакого мошенничества а сюда если выскочит то в машине в общем я вам позвоню тогда все не ожидал такого подвоха до тебя сегодня с улицы заберут ладненько красавица вот сказали что опухоль скорее всего молочная железа я просто не верю сразу после плохая штука скрывшийся на подгрудке всегда всегда по статистике чаще злокачественное к сожалению то есть удалив ее можно облегчить на какое-то время но она вырастет а быть можно же взять этот гистологию надо не цитологию гистологию до просто удаление прооперировали издали пришла опухоль там через две-три недели и все чаще всего качественного это глубокого развода это что нет и нет скорее все судя по опухоли зубов передних нет сверху такие штуки просто маленькая я думаю что она просто неплохо выглядит таракты нет но может ближе ближе там вот и девушка девять десять девушка кормит раньше не замечал шишка сейчас вот она ему вскрылась заметила шишечку не слишком плохая открылась и проросла очень глубоко очень глубокая ножка прям до самых рёдер и вычистить полноценно очень тяжело то есть ножка глубокая глубокая практически до ребра то есть вы прям чувствуете я да я даже вот пальцы под ней не могу хорошо свести они за 100 с трудом сходятся очень с трудом то есть запас ткани ограничен вычистить очень сложно то есть нужно врезать и под самые ребра практически уходить чтобы вычистить без остатков чтобы уменьшить вероятность метастазирования но судя по размеру скорее всего на метастаза уже дала такие уже вскрывшиеся большие размеры говорят о сильном быстром росте и его качественности и вот дела здесь статистика что без операции они живут дольше чем операции вот с такими штуками то есть и на каких-то лекарствах можно поддерживать достаточно долго может спокойно жить какое-то длительное время без операции после операции однозначно будет ухудшение потому что начнет расти метастаз а где он у нас легких сердце в голове печени каком-то уже на важном органе и резко ухудшится может состояние очень не трогать да я думаю что длительность жизни кошки зависит от того оперировать или нет я думаю запираться больше сейчас мы сделаем рентген чтобы посмотреть нет ли уже у малышки метастазов как видите кошка хорошая спокойная немного даже пугливая раньше у нее были хозяева но они умерли и теперь давайте постараемся и найти хозяев на отведенный есть срок на этой земле это кошка кошка у меня все не так хорошо как собака вот хороший черный треугольник прямо явный треугольник видим здесь завалено здесь не видно никаких но если не говорит о том что с метастаз в легких прооперировать все будет хорошо совершенно она может в том же самом месте вырасти очень быстро что происходит сейчас это кошкой и что будет если мы ее прооперируем мы поможем если мы прооперируем кошку при осмотре мы обнаружили глубокое прорастание то есть ножка достаточно глубокая это говорит о том что метастазы в большинстве случаев уже распространились по организму и после удаления опухоли метастазы очень быстро начинают развиваться либо в том же самом месте возраст восстанавливается либо где-то еще печени головном мозге где угодно по статистике такие опухоли очень часто дают метастазы но получается в такой запущенной стадии уже если удалим то можем сделать хуже и укоротить жизнь не очень сильно да да может такое случится что метастазы активно начнут расти в течение одного-двух месяцев и состояние кошки может резко ухудшиться и полноценно скорее всего не получится уже запущенная стадия больших размеров опухоль достигла скрылась и забирает не всего метастазы где-то есть как только мы удалим опухоль очень быстро я так понимаю даже не где-то возможно уже много где сегодня рак не победил нас но дал нам жесткий отпор к сожалению малышку нельзя прооперировать но мы можем с вами обеспечить и комфортные условия до конца жизни найти подходящую семью где она еще вполне долго может прожить и радует новых хозяев ведь это домашняя кошка ее хозяева умерли они жили в частном доме и сейчас дом пустует кошка малышка ищет новую семью ведь неизвестно какой срок я отмерен может быть неделя может быть три года к сожалению на этом свете еще остались болезни которые люди не научились лечить до конца с которыми мы еще не знаем как бороться поэтому давайте каждый из нас сделает возможное для малышки сделает репост напишет комментарий чтобы хозяин потенциально возможный хозяин увидел этот ролик сделал жизнь малышки немного красочнее и ярче а также от нашей команды верно все хочется добавить берегите своих животных наблюдайте за ними если заметили ухудшение обращайтесь к врачу и не проходите мимо чужой беды особенно если вы из города смоленск или смоленской области ведь здесь существует первая в россии бесплатная лиценчасть